Привет, меня зовут Артем, сейчас расскажу вам новости события мира танков конца сентября. В начале по традиции покажу вам трех победителей по 500 золота из ютуба и вк видео. Принять участие в розыгрыше очень просто, пишите комментарии в конце ник, если вы играете на рубай регионе. На конец этого видео оставлю главную новость. Ну а начну с простенького, отключения отображения ссылок в чате. С 13 сентября все ссылки кыш из чатика. Нечего нам тут спамить, всякую фигню. Также еще в чатиках добавилась функция пожаловаться в чате. Если вам кто-то присылает всякие вредоносные ссылочки, можете на них жаловаться, они нам в игре не нужны. Теперь про события лес чудес. Я уже делал про это видео, вы про него должны знать, если подписаны на мой канал. Если вы не знаете еще этого, то посмотрите прошлое видео. В первый же день я прошел события лес чудес, потратил на это 11 с половиной часов. Запись стрима есть на канале, на ютубе и вк play live. Если хотите, можете пересмотреть. Поэтому розыгрыз шкоды t56, целых двух штук, будет происходить у меня на канале или в группе вконтакте, или вк play live, или на бусти. Где-то будет происходить, я еще не решил где. Как только разработчики дадут возможность уже разыграть шкоду, я ее сразу же вам и разыграю. Все две штуки. Как только эта возможность появится, я сразу же вам расскажу, как можно будет получить бесплатно шкоду t56 у меня на канале. Сто процентов это будет бесплатно, так что не переживайте, два счастливчика точно их получат. Также стартануло еще состязание в стальном охотнике, который у нас запущен. И многие наверное думали, зачем оно запущено, но вот. Те люди, которые в натиске не могут себе команду из семи человек найти для того, чтобы поучаствовать в турнире легендарной семерки. Одинокие волки могут отправляться в стального охотника, чтобы накатать там 20 лучших своих каток и посоревноваться за денежные призы, за золото и даже за премтанки. А если у вас есть 2d стиль, то вы больше получите золота в 2 раза. Единственное, что мне не понравилось, что компенсация, если у вас уже есть такой премтанк, не в золоте, а в серебре. Это как-то не по-нашему. Также еще с 15 сентября 12 мск по 17 сентября 23.59 мск. Если вы будете в преммагазине совершать покупки, то будете за это получать бонусом дни према. От 3 до 14 дней према. Соответственно эти бонусы дают за покупку от 500 рублей до 2000 рублей и более. Честно говоря, это бонус, на него жаловаться так себе, но мне кажется, люди, которые донатят, у них дней према очень много. Это не то, что они хотят, наверное. Возможно, было бы прикольнее, если бы бонус можно было выбрать самому. Это идеальный вариант. Мне кажется, резервы на серебро или что-нибудь еще, возможно, было бы более актуально. Потому что дней према у многих тысячи. У тех, кто донатит и так. Возможно, эта акция скорее направлена на тех, кто не донатит. Поэтому здесь дней према. Но мне разработчики не докладывали, почему акция такая. Но она есть, кому-то она точно принесет пользу или нет. Также у нас в игре происходит что-то магическое, таинственное. И это не ваш там ВБР в боях. Есть какая-то новость. Просто если зайти на сайт, этой новости не видно, но через ссылку на нее можно попасть. Там какой-то мужик, а возможно, это девушка в балахоне, не видно лицо. На фоне какой-то лес дремучий, с дымом, с какой-то там мистикой тайной. И текст, написанный задом наперед, шрифтом, который неудобно читать. Так вот, этот текст можно прочитать все-таки задом наперед. И у нас что-то там получается. Видимо, это отсылки к будущим событиям в игре. На мой взгляд, такой антураж не сильно клеится с танками. То какой-то дед с грибной шапкой, с палкой в лесу. То вот этот вот человек на фоне какого-то дремучего, тайного, магического леса. Возможно, это просто отсылка к тому, что у нас на Хэллоуин режим тыквенный переполох, который уже был. Там у нас был экипаж, девушки-танкистки, которые были там, каждый со своими скиллами, какая-то магия туда-сюда. Возможно, это будет продолжение. Либо редизайн этого режима. Поэтому здесь магия, мистика и какая-то там такая чепуха. Список фраз я оставлю на экране, вы сами можете почитать и что-то свое надумать у себя в голове. А я вам расскажу свои мысли, какие нас события ждут по этим спойлерам. В общем, по первому тексту можно понять, что тут за выслугу лет будет награда с первым днем зимы. Это первое, что я понимаю по этому непонятному тексту. Еще какие-то 36 осколков. Возможно, это жетоны, за которые ты выбираешь награды в магазине за выслугу лет. Или что-то еще. Поскольку я помню, за прошлые года там давали жетончики, в зависимости от того, сколько твоя выслуга лет в игре, у тебя больше жетонов. 36 это, конечно, что-то многовато. Но я не знаю, к чему еще 36 каких-то осколков. По второму тексту можно понять, что нас ждет что-то, что мы ждали, что уже было, но по-новому. Также еще какой-то голос польется рекой. Видимо, будет событие на Хэллоуин, где можно будет получить членов экипажа с озвучкой уникальной. Наверное, как раз-таки речь идет о тыквенном переполохе 2.0. Переходим к остальным новостям. 18 сентября запускается кооперативный ПВЕ режим Polygon. 20 сентября в продажу в премиум магазин поступят 2D стили и 3D стили. Брайсер для Калибана. С 21 по 28 сентября бесплатные пакеты во внутриигровом и премиум магазине. 1 резерв на кредиты в клиенте и 3 базе на x5 опытов в премиум магазине на сайте. Также с 22 сентября по 6 октября впервые в продаже у нас будет Т-44 облегченный. Это советская ЛТ-8 уровня премиумная. Можете писать в комментариях шутки про все танки в игре, которые можно приписочку им сделать облегченный и в релиз. 27 сентября в 12 мск завершается БЗ в рамках коллаборации с Мосфильмом. 28 сентября в 9 мск будет закрыт доступ к выбору наград за ГК ивент маневры. С 27 сентября по 1 октября аркада. В конце сентября супертест обновления 1.22.1. По названию уже понимаем, что это будет не такой крупный патч, а более-менее проходной. С 29 сентября по 1 октября акция скидка на исследуемую коллекционную и премиум технику с 6 по 10 уровень для Франции, Чехословакии, Швеции и Италии. Скидка на учебные пособия и члены экипажа для этих наций. В начале октября что нас ждет? С 6 по 8 октября аркада. С 13 по 15 октября снова аркада. Я подробно про них рассказывать не буду. Кто в них играет, сам все разберется и поймет. Их там запускают, там все в них написано. 17 октября в 23.59 мск закончится сайт событий Лес Чудес. 18 октября релиз обновления 1.22.1. Также еще хочу вам рассказать, что сейчас многие топовые крупные стримеры-блогеры по игре Мир Танков показывают вам тестерские танчики 9 уровня, некоторые танки 8 уровня. Там есть премтанк новой японской тяжелой ветки с новыми механиками. Там есть девятки различные акционные, премиумные и так далее. До меня очередь пока что не дошла. Дойдет ли вообще или нет не знаю. Что-то там разработчики намекнули о том, что нам сообщат что-то когда-то. Но когда до нас очередь дойдет я не знаю. У японского тяжа 8 уровня премиумного интересная механика стрельбы. Когда орудие перегревается, то разброс становится больше. Когда орудие не перегрелось, мало с него стреляли, то точность лучше. Вам не кажется, что можно было бы всю стрельбу как-то в такую сторону доработать? Звучит интересно, но я пока что не катал, не пробовал, но очень бы хотелось. С вами был Варчик. Играть красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня. Пока.